И когда я смотрю ролики про Израиль, я не иду за общей картинкой, потому что общая картинка не цепляет. Люди так быстро привыкают к горю, что они так вздыхают и говорят, ну что поделать, такова жизнь. Поэтому я смотрю на какие-то вещи, которые очень больно слышать. Например, вот сегодня я посмотрела ролик, он где-то 40-минутный, но 2 минуты было посвящено истории, которая меня очень сильно зацепила. Там сидела мать и к ней обращался ее сын, мама, что они хотят с нами сделать. Ну это были заложники в этой семье, я так поняла, уже погиб отец и другой ребенок. И мать настолько была в шоке от случившегося, что потеряла, это рассказывает девушка, которая видела ее своими глазами. И она сказала, что было видно по лицу, что мать потеряла всю надежду. И слушайте меня внимательно, все, кто поддерживает Палестину, я не говорю про Палестину, я говорю там, вы же поддерживаете типа геноцид газа или там хамасовцев. Ну так вот, просто послушайте эти слова. На вопрос ребенка, мама, что они хотят с нами сделать, женщина ответила, они собираются нас убить. Эти слова не скажет, наверное, ребенку ни одна мать, потому что мать всегда надеется на лучшее. И ребенку такие слова говорить, наверное, нельзя. И девушка, которая сказала, на этом ролике она рассказала свою историю, она подошла к этой семье и сказала, что только один Всевышний знает, что будет с нами. Даже вот эти вот хамасовцы, они тоже не знают, что они будут делать, один Всевышний знает. В итоге дело закончилось тем, что эта семья, эта мать и ребенок в безопасности, они выжили. Я не знаю ситуации всей, просто девушка рассказала про себя, что с ней было. Их же там разъединяли. Но сам момент, что ваш ребенок подходит к вам и говорит, мама, папа, что они собираются с нами делать, и ответ, вы говорите своему ребенку, они собираются нас убить, я, вот этот момент меня просто разорвал на части. И в подтверждение этих слов, да, эта семья выжила, но вы, наверное, не смотрите ролики из Израиля. Вы не смотрите, в каком количестве дома пахнут смертью, понимаете, не то, что человек воняет, весь дом пропитан смертью, где люди сидели в кольце, прижимаясь друг к другу. И вот данная ситуация, где ребенок выжил, но его же братик или сестричка не выжили, кого-то они расстреляли. Так вот, расстреляны были три поколения, девять месяцев, отец и бабушка, или там семья, папа, мама, двое детей и бабушка. Понимаете, расстреливают, такое количество людей расстрелянных, которые, к сожалению, не могут дать интервью, не могут рассказать, о чем они говорили, что говорили дети родителям, что говорили родители детям. Но об этом надо думать, а не о Фрипалестайн. Вы даете хамасовцам право делать это теперь уже на узаконенном, на узаконенном правиле, праве. И на днях я видела ролик, где в их домах были найдены книги о Гитлере, то есть они эти книги изучают. И все те, которые говорят «Фрипалестайн», купите, значит, книги о Гитлере. И когда вы мне говорите, что мой дедушка ворочается в могиле, вы подумайте, что с вами сделают ваши дедушки, когда они услышат, что вы молитесь на Гитлера.